Смотрите в выпуске «Парковка у больничного городка и сквер рядом с Северным парком». Поправки в бюджет города обсудили депутаты. Вам решать, каким будет наш город, продолжается голосование за инициативу саровчан. По тонкому льду, чем опасны прогулки по застывшим водоемам в межсезонье. Подробности далее. Выделить из бюджета города средства на строительство благоустроенной гостевой автопарковки с освещением у северного входа в больничный кородок КБ-50 в районе роддома. С такой поправкой в проект бюджета на следующий год и плановый период 25-26 годов обратился депутат Алексей Городничев. На разработку проектно-сметной документации в следующем году необходимо 500 тысяч рублей. Сами работы предлагают начать в 2025 году. Вопрос очень важный. Темные места, весь город туда ездит. Темные места, особенно зимой, осенью. Здесь место общего пользования, потому что больничный городок снизу не проедет, чтобы пройдет. Это как раз северный основной сейчас подъезд, по сути, к основному зданию, к роддому. Поправку депутаты вынесли на согласительную комиссию. Еще одна поправка касалась благоустройства территории рядом с северным парком у дома 37 по улице Московской. Там предлагают создать сквер. Новый сквер станет местом отдыха горожан, а также площадкой для досуговых мероприятий клуба «Мечта» Центра внешкольной работы. Сейчас там стихийная парковка, по сути, на просто вытоптанный участок территории. Рядом отделение почты, туда необходимо тоже нормальный проезд сделать. Сейчас там узкий проезд, заставленный. То есть нужны парковки, нужно благоустройство, освещение, сделать нормальный сквер. Поправку депутаты также поддержали и вынесли на согласительную комиссию. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Резиновое покрытие, новые качели и площадка для воркаута появились в дворе домов номер 7 и 9 по улице Юности. В прошлом году под руководством депутата Михаила Савина жители подали заявку на благоустройство по программе областного бюджетирования «Вам решать». По проектно-сметной документации получилась внушительная сумма, которую пришлось разделить на две заявки. Первая уже получила финансовую поддержку. Мы выиграли этот проект благоустройства дворовой территории и в этом году у нас дважды этот конкурс объявился. Часть двора мы сделали по программе «Вам решать». Вот можно тут посмотреть, да, резиновое покрытие, то есть обновили бордюры полностью, озеленили округ, добавили новые мафы и современный вот воркаут турник. Теперь необходимо облагородить и вторую часть площадки. Михаил Савин снова заявился на проект «Вам решать». На продолжение благоустройства двора понадобится около 4 миллионов рублей. Планируем небольшое уширение для того, чтобы машину не ставили на территорию дворовую, а все-таки ставили ее на стоянку соответствующую, потому что здесь и территория магазина как раз, да, разъезд очень тяжелый, сложный, и чтобы было легче разъезжаться, то есть небольшое уширение. Также озеленять двор, также резиновое покрытие, значит, новые мафы для детей. За шесть лет существования проекта «Вам решать» в Нижегородской области реализовали более трех тысяч инициатив. В прошлом году финансирование получили кинотеатр под открытым небом на территории молодежного центра, площадка для исторической реконструкции в ЦВР и скейт-площадка спортивной школы ИКАР. На проекты, которые будут реализовывать в области в 2024 году, в бюджете региона закладывают более одного миллиарда рублей. Нам нужно участвовать в этой программе для того, чтобы осваивать и привлекать областные деньги в наш город. И поэтому, хотя процедуры формальные, да, они, может быть, не совсем удобные, но лучше так, чем нежели искать где-то на стороне средства, когда, в принципе, есть такая возможность. Поэтому всех призываю проголосовать за наш проект, чтобы мы победили и сделали комфортную современную городскую территорию для жителей города. Куда пойдут средства в будущем году – на дороги, площадки, скверы или другие объекты, нуждающиеся в благоустройстве – зависит от саровчан. Проголосовать за понравившийся объект можно на сайте голосза.ру до 20 декабря. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. На реке Сатис саровчанин провалился под лёд. Трагедию предотвратили прохожие. Тонущему пришли на помощь. Из ледяной воды его удалось быстро вытащить. Видеопроисшествие появилось в сети в воскресенье вечера. Схожая ситуация произошла и в Починках. Там под лёд провалился 61-летний мужчина. На реке Рудня в селе Починки мужчина 1962 года рождения при переходе реки по тонкому льду провалился. Очевидцем, человек был спасён и доставлен на берег, где передан бригаде скорой медицинской помощи. К счастью, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Стоит отметить тот факт, что спасённый человек не осуществлял подлёдный лох рыбы. Но при этом, по предварительной информации, спасён он был именно рыбаком, который также рыбачил в этом же месте. В конце недели снова установится минусовая температура ночью и днём. Водоёмы покроются тонкой коркой льда. Сотрудники МЧС напоминают саровчанам, что тонкий лёд – не место для передвижения. Также родители должны провести беседы с детьми. Сотрудники МЧС России, ежедневно патрулируя водоёмы, выявляют безнадзор на гуляющих по льду и берегу детей. Им разъясняют правила безопасности и провожают домой. Каждый такой поход может стать трагедией, если родитель не уделит внимания вопросам безопасности детей. Уважаемые нижегородцы! Главное управление МЧС России по Нижегородской области призывает граждан не выходить на тонкий лёд и не подвергать свою жизнь опасности. Ни один улов не стоит человеческой жизни. Берегите себя! Субственники квартир в МКД до 31 декабря обязаны переоформить договор на техническое обслуживание газового оборудования, заключённый до 1 сентября. Связано это с поправками в федеральное законодательство. С 1 января обслуживать газовые трубы в доме и оборудование в квартирах должна одна компания. Появились новые требования к оказанию этой коммунальной услуги по газоснабжению, ну и соответствующие требования к оплате. Но хочется прежде всего сказать, что для наших горожан ничего не поменяется. Заключение такого публичного договора на техническое обслуживание и ремонт, он сохраняется. Это будут публичные договоры. И они будут считаться заключены, когда собственники оплатят платёжные документы. В январе 2024 года «Саровгаз» разошлёт такие платёжки. Когда собственник её оплатит, договор автоматически вступит в силу. Все организации будут работать по единым документам. В услуге газоснабжения у нас участвуют как минимум две организации. Это «Саровгаз» и «Гуперфенсмиев», у которого на балансе находятся основные магистральные газопроводы. А в отношении собственников многоквартирных домов, которые проживают, три организации, ещё и управляющие компанией, подключаются к обслуживанию ВДГУ. Но все эти отношения будут урегулированы между юридическими лицами и контрагентами. Это является их внутренними отношениями между юридическими лицами. Поэтому для наших собственников ничего не поменяется. Я надеюсь, что размер платы за техническое обслуживание и ремонт тоже не поменяется. Стоимость услуг, способы оплаты и вопросы по оформлению договоров можно уточнить по телефону 75100, 75127 и 75133. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». 35 лет Раиса Николаевна Васильева посвятила любимому делу. Начинала свой путь в педагогике с учителя физики в татарской школе. Позже уже в Сарове 12 лет преподавала в школе рабочей молодёжи. 20 лет была на посту завуча школы номер 17 по учебно-воспитательной работе. В 57 лет женщина вышла на пенсию. И её сразу же пригласили возглавить ветеранскую организацию. Когда я пришла в эту организацию, это были люди совершенно другого поколения. И с ними работать было одно удовольствие. Это люди, пережившие войну, пережившие блокаду. Они все друг друга поддерживали, все друг друга очень быстро как-то объединялись. Сейчас поколение сменилось и за компьютерами засиделись. И очень трудно стало вытаскивать на какие-то мероприятия именно молодое поколение. Для педагогов старой закалки любой праздник или событие – повод выбраться из дома, провести время в приятной компании, обменяться новостями и опытом. По словам Раисы Николаевны, в городе очень много одиноких людей, которые приезжали по набору. Среди них много учителей. Хотя идет год учителя-наставника, внимания учителям-пенсионерам не так много было, но каждой секундочке, каждому такому событию мы очень рады. И очень большое внимание нам оказывает Михаил Игоревич Савин, который нас постоянно приглашает, поддерживает. И как-то мы с ним нашли общий язык, наверное, потому что он сам педагог. На протяжении всего года Саровское отделение КПРФ проводило встречи для педагогов. Завершающим событием стало вручение памятных медалей имени Ломоносова. В торжественной обстановке Михаил Савин вручил награды учителям-ветеранам. И еще раз поблагодарил за неоценимый вклад в образование, за фундамент, на котором строится работа современных педагогов. Мы активно взаимодействуем с Советом ветеранов-педагогических работников. Они нам помогают в патриотической работе, техникуму очень много. Многих из них мы уже знаем, они у нас бывали. Удивительные, прекрасные, добрые, энергичные, активные люди. И одна из главных задач, которую перед нами ставил наш лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, это преемственность поколений и уважение к старости и преклонному возрасту. В конце года Саровское отделение КПРФ будет чествовать ветеранов партии. Участники встречи подведут итоги и обсудят планы на будущее. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В рамках восьмых Саровских молодежных чтений «Ядерный университет» и «Духовное наследие Сарова» прошла студенческая конференция по гуманитарным и социальным наукам. Она особенно актуальна в стенах Сарфатыин и Яумифи. Работая над проектами, студенты всесторонне развиваются, погружаются в историю и учатся фильтровать информацию. Наш Саровский физтех, являясь прежде всего вузом техническим, является еще и такой замечательной площадкой для обсуждения важных и нужных направлений, как история нашего государства, история культуры, история великих людей. Я абсолютно уверен, что это позволит нашему институту готовить не только высококвалифицированных специалистов, прежде всего для атомной отрасли, но и всесторонне развитые личности. 141 студент второго курса выступил со своими исследованиями. Доклады представили 34 команды. В состав жюри вошли преподаватели и студенты магистратуры Сарфатыин и Яумифи, МГУ имени Ломоносовой и Саровского благочиния. Ангелина Илюшкина и Федор Куприянов подготовили доклад о социологии Евгении Валентиновиче Дороберти. Я увлекаюсь социологией, мне эта тема близка, интересна. Почему именно эта личность? Ну, просто она очень выдающаяся, это основоположник позитивизма. Информации было достаточно много, но и достаточно много противоречивой. Приходилось много анализировать, изучать, ну и в итоге мы получили, я считаю, отличный доклад. Команде удалось завоевать приз жюри. Евгений Баранов со своей командой познакомил участников с личностью Михаила Михайловича Спиранского. В процессе исследования студенты искали информацию в библиотеках и в интернете. Эта конференция довольно интересная, нашим студентам она очень нравится. Всем очень хотелось послушать гостей, других студентов, как-то себя оценить, послушать со стороны. Мы, в принципе, нашим исследованием довольны, мы узнали много нового, интересного с Спиранском. И на протяжении всей конференции мы также будем познавать много нового по истории. Вместе со своими одногруппниками Евгений занял третье место. Поведители и призеры получили дипломы. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. По священному Писанию, 2000 лет назад в Яслях в пещере родился Сын Божий и Иисус Христос от Девы Марии. К родившемуся младенцу волхвы принесли свои дары – ладан, золотой и смирну. В период рождественского поста верующие призваны подготовить себя к великому событию Рождества Христова, чтобы на праздник принести Богу, подобно волхвам, свой подарок – чистое сердце и добрые дела. Наша душа должна быть способной, чтобы вместить Христа. То есть там должно быть достойное место. Место, где нет греха, где чистота духовная, где святость, где добродетель, где смирение перед Богом, молитвенная подготовка такая. То есть наша задача, чтобы наша душа соответствовала тому событию, которое мы ждем. Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он длится 40 дней – с 28 ноября до 7 января. Последний день перед постом приходится на День памяти апостола Филиппа. Поэтому Рождественский пост еще называют Филипповым. Церковью предусмотрены ограничения в пище животного происхождения. При этом разрешается рыба. Священники говорят, что еда – не цель, а лишь вспомогательное средство для изменения своего духовного состояния. Пост позволяет, дает нам возможность углубиться в духовной жизни, обратиться внутрь себя, очиститься от внешних каких-то физических и телесных препятствий к тому, чтобы вспомнить о ближнем, вспомнить о делах милосердия, увидеть свои какие-то недостатки и пороки, исправить их. Как правило, в декабре у людей появляется много забот. Нужно успеть завершить годовые отчеты, купить подарки на Новый год, украсить дом, сделать бытовые дела. А вокруг царит предпраздничная суета. В такие моменты сложно не потерять духовной сосредоточенности. Братаерей Александр Брюховец советует даже в круговерте будней находить возможность для служения ближним. Даже вот в этой суете мы можем найти те моменты, где можем послужить ближнему. Те моменты, где мы можем реализовать свое христианское призвание, где мы можем показать пример милосердия, сострадания, любви, терпения. Вот где мы можем явить себя как христиане, даже вот в этой суете. Рождественский пост завершится 7 января праздником Рождества Христова. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Девять случаев мошенничества на общую сумму почти 3 миллиона рублей. Неутешительные итоги прошедшей недели. В восьми случаях схема обмана уже отработанная. На телефон саровчанам звонят якобы родственники. Объявляют о том, что они попали в беду и просят передать через кульера определенную сумму денег. Полицейским удалось задержать злоумышленника. В ходе слаженной работы сотрудников Голловского совместно со следователями Международного управления данное лицо было задержано. Это курьер, который был задержанным средством. Все факты его присутствуют здесь были задокументированы в отношении. Был задержан в порядке стати 91-92 глава профессионального кодекса. Ему было видимо впечатление в виде домашнего ареста. Таким образом, данное лицо за 23-20 число у жителей города Саров совершил хищение 2 миллионов 800 тысяч рублей. В подобные мошеннические ловушки попадают в основном пожилые люди. Но на этот раз в одном из случаев жертвой обмана стал несовершеннолетний подросток. Сотрудники УВД обращают внимание саровчан на необходимость проводить профилактические беседы не только с пожилыми родственниками, но и со своими детьми. Я хотел бы обратить внимание жителей города Саров, что мошенники развивают свои схемы и уже звонят не только пожилым гражданам, но и звонят детям, не достигшим возраста, и говорят, что их близкие родственники попадают в беду. Те, в свою очередь, чтобы помочь родственникам, еще делаем денежные средства и передают также курьерам. Чтобы родители дома проводили беседу, чтобы они ни с кем во время телефона с горожан не вступали, тем более никому не передавали никаких денежных средств, а связывались с взрослыми. Чтобы не попасть на удочку мошенников, не совершайте никаких резких действий с горяча. Сначала перезвоните родственнику, который якобы попал в беду. Убедитесь, что с ним все в порядке. При необходимости обратитесь в саму больницу или полицию. И никогда не передавайте деньги третьим лицам. Имело место быть также ряд обращений к гражданам. Это связано с зоной госуслуг. Опять жители приходят, к ним приходят звонки, что якобы необходимо сообщить код от госуслуг. Жители сообщают эти коды. И третьи лица имеют доступ к их страничке госуслуг. Тоже имело такие обращения на эту неделю. Убительная просьба жителей Госсаров никому не сообщать коды от госуслуг страницы. Потому что данные лица, получив доступ к госуслугам, могут за счет их оформить разные кредиты. На дорогах города произошло 9 ДТП. Из них – два с пострадавшими. У дома номер 4, дробь 1 по улице Курчатова водитель «Фольксвагена» не рассчитал дистанцию и столкнулся с предъехавшим Ренологан. У дома 68 по улице Зернова БМВ наехал на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В двух ДТП пострадавшие получили своевременную медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Честный разговор о взрослой жизни. В рамках городского проекта «Профтренд» школьники на практике узнают о различных направлениях инженерно-технических наук. В этот раз ребят открыли для себя новый разговорный формат. На встрече «Что, где, когда, зачем» во Дворце детского творчества ученики седьмых-девятых классов пообщались с работниками Рафиадсвнеев. Темы были самыми разными. О первых победах и целях, друзьях и ценностях, достижениях и трудностях, хобби, выборе профессии и школьных годах. Вопросы, связанные в основном у них с учебой, они боятся не сделать уроки, а что нам делать, если что-то произошло. Боятся, например, общения, то есть был вопрос, связанный с какими-то проблемами с одноклассниками, конфликтной ситуацией. То есть спрашивают, а как вы выходили? Я говорю, ну по-разному было, когда-то там и подрались, когда-то там и поругались, когда-то там пошутили, то есть всякое бывало в жизни. Участники разделились на пять секторов, на каждом из которых был один из научных сотрудников ядерного центра. Внимание, вопрос и время пошло. За полторы минуты взрослые должны были рассказать про свой опыт, поговорить с ребятами. Каждый человек из группы мог высказаться и задать свой вопрос. Затем ребята из секторов менялись местами. И таким образом получилось, что участники смогли пообщаться со всеми работниками в НИЭФа. Мне хотелось бы, чтобы они закончили школу, школу закончили хорошо, чтобы потом выбрать тот вуз, в который они хотят пойти, а не тот вуз, в который им придется пойти, то есть учиться дальше. И, соответственно, хотелось бы, чтобы они все-таки получили высшее образование и нашли себе ту работу, которая им нравится по душе. Мероприятие «Что, где, когда, зачем» дало ребятам возможность взглянуть на свое прошлое и настоящее, задуматься над взрослым будущим, оценить свои планы и перспективы. Я спросил одного человека, любит ли он читать. И, ну, эта тема меня волнует. И он мне ответил, что в школе тоже очень не любил читать. Но в какой-то момент он просто решил сам для себя выделить время, там, один час в день. И читал, там, прочитал «Войну и мир» так за, не знаю, сказал шесть месяцев. Ну, в общем, за несколько месяцев прочитал «Войну и мир». И я думаю, то, что воспользуюсь таким же способом. Следующее мероприятие «Профтренда» состоится 5 декабря. В школе номер 5 старшеклассники попробуют поработать в программе «Компас 3D». Коммуникация, команда образования, находчивость и смекалка. Для занятия школы «Лидер» во Дворце детского творчества старшеклассники выбрали тему «Рождение команды. Веревочный курс». Ребята разделились на команды и проходили шесть станций. На каждой из них ведущие ставили перед командой задачу, которую необходимо было выполнить дружно и сообща. Вначале ребята пришли немножко стеснительные, они были незнакомы друг с другом. И наша задача была ребят познакомить, чтобы они обменялись контактами и не в рамках школы «Лидер» поддерживали общение. Мы провели игру «Молекулы», где ребята перемешались, объединились в разные команды. На первых станциях школьники знакомились, узнавали друг друга, устанавливали контакт. С каждым новым испытанием участники все больше сплачивались и дружно справлялись с заданиями. Совместный поиск решения, тактильный контакт, вовлеченность в ситуацию – все это помогло ребятам создать настоящую крепкую команду. Коммуникабельность и умение решать задачи в нестандартной ситуации. То есть здесь важно, что ты не один можешь решить этот вопрос, тебе важно работать в команде, чтобы выполнить то или иное упражнение. Ведущими станцией стали активные старшеклассники города и педагоги. Задания веревочного курса позволили ребятам проверить свои навыки и способности, найти новых друзей, проявить лидерские качества и получить новые впечатления. Поначалу было немного сложно, но мы нашли общий язык, договорились, и, в принципе, все задания проходили с легкостью. Больше всего запомнилось рисовать фломастером. К фломастеру было приколеплено несколько ниточек, и взявшись за эти ниточки, нужно было командой из восьми человек двигать его и рисовать. Мы с этим довольно хорошо справились. Формат этого мероприятия мне очень сильно понравился, потому что я нашла новых друзей. На этом курсе развивается коммуникабельность, то есть мы вместе сплочились и смогли найти выходы даже из каких-то непростых ситуаций. Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить чаще, потому что нужно развивать коммуникабельность среди подростков. В конце мероприятия участники сделали общие фотографии и обменялись впечатлениями. Собака для человека испокон веков не просто животное, а настоящий друг, спутник и член семьи. Поэтому к заведению питомца нужно подходить осознанно. Важно понимать, что животное – не вещь. Оно будет требовать комплексного ухода, заботы и внимания. Первое, что нужно сделать – верно подобрать собаку. Чаще всего люди просто хотят, например, какую-то породу собак, но не подходящую к их нему образу жизни. Ну, к примеру, если можно сказать, например, Биголь или Джек Рассел или то же самое австралийская овчарка, с которой нужно гулять. Если вы любите валяться на диване, такая порода вам не подойдет 100%. Поэтому чаще всего еще проблемы из-за этого. Потом вы должны быть готовы, что вы берете маленького щенка, маленький щенок – это ребенок. Нужно быть готовыми к частой уборке квартиры. До 6-7 месяцев щенок может справлять нужду дома. Пушистый ребенок может носиться и проказничать, что говорит лишь о том, что малыш развивается и абсолютно здоров. Щенок требует максимум внимания, игр и прогулок. По дому, опять же, кусаются. Ну, извините меня, это тоже собаки. Да, мы же не будем ребенка своего отучать, играть руками. Щенки играют зубами. Это тоже нормально. Просто нужно его научить правильно играть. Все мы воспитываем детей, но почему-то мы все думаем, что собака рождается уже умной. До года необходимо упорно вкладываться в воспитание четвероногого. Тогда взрослый любимец не будет приносить лишних хлопот на протяжении долгих лет. На современном рынке представлено множество вариантов питания. Корма, натуральное мясо. Можно подключать пищу со своего стола. Также не стоит забывать о здоровье питомца. Раз в год необходимо показывать животное ветеринару. Вовремя водить на прививки и внимательно наблюдать за его состоянием. Есть, конечно, что нельзя собакам. Но это в большинстве своем то же самое, что нельзя людям. Жирная, копченая. То есть вот таком нельзя. Кости нельзя. Если, конечно, есть что-то, что вас смущает, потому что мы свою собаку чаще знаем, смотрим, что она более вялая сейчас. Или, к примеру, отказалась от еды, а для нее это ненормально именно для данной собаки, то тогда идем к ветврачам. То есть осмотр ветврача раз в год, я думаю, что это нормально. Ну, плюс к этому понятно, что глистогонка, глист мы травим тоже в периодичности. Дальше обработка от всяких паразитов тоже в периодичности. То есть это все идет в периодичности. И тогда, когда есть клещи, глисты два раза в год, то есть это тоже не так сложно. Одна из насущных проблем собачников в новогодний период – салюты. Реакция на непривычный громкий звук может быть непредсказуемой. У всех собак чувствительные к децибелам барабанные перепонки. Поэтому даже не слишком громкий хлопок может очень сильно напугать животное. Звуки фейерверков могут вызвать панику, стресс и настороженность. Даже у опытного питомца. Во-первых, мы стараемся, конечно же, избегать этих всех звуков, но избежать полностью их невозможно. Во-первых, обязательно собак только на поводке. Мы не спускаем с поводка, потому что даже собака, которая не боится салютов, может случиться такое, что в какой-то момент, когда она не ожидает, шарахнет, и собака убежит. В момент убегания собака не слышит, не видит. И когда она очухивается от стресса, тогда она теряется. Как раз вот почему проблема идет. Что собака не знает, где она и куда ей деваться. А дрессники обязательно. В новогоднюю ночь лучше вводить собаку на прогулку заблаговременно. До масштабного запуска салютов и петард. Собака – друг человека. И это не просто расхожая фраза. Заботясь о питомце, мы забываем о проблемах, заряжаемся позитивными эмоциями. Собаки удивительным образом считывают наше состояние, преданно ждут и отдают все свое тепло и ласку. Поэтому так важно отвечать им взаимностью. Многожанровый конкурс-фестиваль «Творческие люди», международные конкурсы «Белые крылья» и «Стайлфест». Ноябрь для воспитанницы детской школы искусств Анжелики Сахаровой стал урожайным на награды. Она выступила на трех престижных конкурсах и на каждом была отмечена дипломами и памятными кубками. В послужном списке юной вокалистки таких побед немало. Для себя Анжелика вывела формулу успешного выступления. В первом должна быть улыбка на сцене. Это, мне кажется, самый главный критерий хорошего результата. И надо прямо рассказывать песню. Не просто вот, ну, просто ее петь, а прямо вот рассказывать, как стих. На конкурсах Анжелика исполняла песни «Музыка моей души» и «Россия – это мы». Вокалом она занимается уже восемь лет. И за эти годы успела многому научиться у своего преподавателя Анжелики Ермаковой. Анжелика Антольевна классная. С ней комфортно заниматься, весело. Мы с хором делаем концерты. Вот недавно был концерт на День матери. Я пела песню «Россия – это мы». Вот в этом году на мюзикл «Нью Кидз» ездили трое детей от Анжелики Антольевны. И теперь я тоже планирую поехать в следующем году на «Нью Кидз». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова